Дорожно-транспортные происшествия Продолжающаяся тенденцию к снижению аварийности на территории республики За 12 месяцев основные показатели аварийности стабилизировались Зарегистрировано снижение количества ДТП на 2% в абсолютном цифре с 539 ДТП уменьшилось до 530 в 2018 году Также числа погибших участников дорожного движения на 7% в 2017 году Было зарегистрировано 99 погибших в 2018 году 92 Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий Также снизилась и составляет 10,5% вместо 11,3% в 2017 году Активная пропаганда правил дорожного движения в школах и детских садах Предупреждение о нарушении дорожного движения с детьми Оказание помощи ГИБДД Все это входит в обязанности Миноборнауки Однако не стоит забывать и о роли взрослых в воспитании детей В частности в правилах безопасности на дорогах Отмечает заместитель министра Светлана Ощепкова В прошлом году 23 ребенка пешехода получили травмы из-за вины взрослых 12 детей находились на пешеходном переходе вместе с родителями Либо с бабушками, с дедушками Не соблюдают правила дорожного движения взрослые И соответственно страдает ребенок 11 детей, обратите пожалуйста внимание в каком возрасте В возрасте до 7 лет То есть когда ребенок вообще не должен находиться на улице без взрослых Находились на улице без взрослых Без сопровождения взрослых Это говорит о халатном отношении родителей Бабушек, дедушек, родственников Именно в безопасности жизни и здоровья собственных детей В ходе встречи также были затронуты вопросы освещения улиц Особенно рядом со школами Так за прошлый год мэрия Кызыла установила фонари на 6 улицах столицы Нами сейчас ведутся переговоры с Ростелекомом О том, чтобы мы заключили долгосрочный контракт Где будет происходить замена уличного освещения Вот этих всех старых световых ламп На энергоизберегающие лампы У нас появится приличная экономия Которую мы будем направлять Как раз для устранения и освещения улиц В нерегулируемых перекрестках Ну и в целом в городах и зол Самой вопиющей и безобразной причиной аварий Остается езда в нетрезвом виде Водители не пугают ни санкции, ни тюрьма Ни риск остаться без прав и покоречить жизнь себе и другим По вине любителей пьяной езды В республике произошло 109 дорожно-транспортных происшествий В результате которых 33 человека погибли И около 200 получили травмы разной степени тяжести Нам не приходится ожидать увеличения количества инспекторов на дорогах Потому что продолжается реформа МВД И она не предусматривает увеличение личного состава А наоборот продолжает оптимизацию личного состава Поэтому приходится вырабатывать новые способы и методы работы Для снижения аварийности Это включая и те мероприятия Которые связаны с приведением нормативного состояния уличной дорожной сети Как устройством улиц дорог Средствами дорожного регулирования и так далее Развитие фото-видео фиксации Поэтому я надеюсь, что мы сохраним это снижение аварийности Как отмечает начальник управления ГИБДД региона Андрей Светышев В этом году будет увеличено число сотрудников отдельной роты ДПС Что позволит более жестко контролировать ситуацию на дорогах На сегодняшний день именно инспекторского состава 39 сотрудников Но с 1 февраля очередной приказ о штатных изменениях И там мы сокращаем аппаратных работников И увеличиваем количество инспекторов ДПС до 50 В правилах безопасности дорожного движения необходимы комплексные меры Это и подготовка водителей, и работа по пешеходам, детской безопасности И активная гражданская позиция Именно поэтому Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о случаях ДТП И подозрительных водителях в дежурную часть Продолжение следует...